Омар Ромай Девушка по имени Судьба А также Луису Кулиок Авторы сценария Гильерно Глаук, Хуан Марин и Марии Виктория Менис В главных ролях Гивиана Саконе, Norberто Диаз, Roberto Ибанес, Juan Vitalи, Cecilia Maresca, Alfredo Iglesias, Noemi Morelli и другие В фильме также снималась Верхиния Лагу Художник-подстановщик Рубен Греко Музыка Серхио Вильяра и Марсела Альвареса Музыка Серхио Вильяра и Марсела Альвареса Музыка Серхио Вильяра и Марсела Альвареса Шанке 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 Какое горе Какое горе Знай, Асунсьон Браулио мне рассказал Опять на этих землях Начинает править ненависть Она была святой Святой моя Хулиана Нет справедливости Нет правосудия Нет сострадания Нет С Хулианой не должно было такое случиться Мы не смогли с тобой ничего сделать, Шанке Не смогли Этого не должно было случиться Не говори так Не падай духом Нельзя терять надежды Нельзя Но почему? Почему? Какое у меня горе Какое горе Асунсьон Я попросил похоронить ее здесь Рядом с домом, где она когда-то жила Вместе с ребенком Которого нашли на ранчо после пожара Ребенка? КОНКТА Внешеваю на кал cyber Ты довольна? Животик полный, да? Теперь хорошо будешь себя вести? Доченька моя, будешь меня любить? Лусия, я тебя так люблю Ты мне очень нужна Прости меня, малышка Прости, но я не могу тебя взять к себе Тебя там найдут А даже если не найдут Счастья тебе со мной не будет Я никто Без гроша в кармане Ты со мной с голоду умрешь Ничего я для тебя сделать не могу Разве что Жизнь спасти Спасти тебе жизнь Первая жертва ненависти Ты еще не понял Ты не понял Хулиана И Виктория И ребенок Вот в чем была причина Как я не догадалась Затмение какое-то было Ничего не видела вокруг Она была совсем рядом И я ей была нужна Она не захотела сказать мне правду Не захотела Но я-то могла прочитать Это в ее глазах Поэтому она убежала из своего дома Пусть кони попасутся немного Скоро поедем Субтитры создавал DimaTorzok Она приходила к тебе Эти цветы положили ее руки Ты безумно любил Викторию Я это знаю Я знаю это, друг мой Ты любил ее больше жизни Я обещаю тебе найти ее Любовь моя Солнышко мое Доченька Самое прекрасное, что есть в моей жизни Госпожа Госпожа Вы просто обожаете свою девочку Это видно по глазам Она моя дочь Все будут любить эту девочку Я уже места себе не нахожу От радости Что-то не так, госпожа Нет, я подумала Какая злая шутка судьбы Она ведь Мне дитя любви А я ее люблю Выпей это, Маргарита Тебе легче станет Пожалуйста Ну давай Давай же Пей Я с тобой Ну же, пей Я с тобой Я не бросаю тебя Пойми, для меня это тоже было большое горе Но Надо жить Надо жить Жизнь продолжается Но не для меня, Гонсало Не для меня Не говори так Мы можем начать все заново Пройдет время И мы забудем об этом Вот увидишь Надо верить Как ты можешь такое говорить Как можно забыть о смерти дочери Нет, Гонсало Все кончено Ничего не кончается Ничего не начинается Мы продолжаем жить Ты Маргарита, я Гонсало Ты меня любишь Мне это нравится Забыть ты меня не сможешь Мы ищем счастье И мы можем найти его Поверь мне Мне его никогда не найти С тобой я все потеряла Достоинства И дочь Маргарита Ты больше не будешь страдать Поверь мне Я обещаю тебе это Клянусь Поверь мне Поверь мне Поверь мне Поверь мне Ну что ж, мне пора идти. Я постараюсь вернуться поскорее. Я хочу сходить на могилу дочери. Не надо об этом думать. Забудь. Я тебе уже сказал. Где ты похоронил мою дочь, Гонсало? Этого я тебе не скажу. Мне не нужна женщина, которая будет ходить каждый день на кладбище и рыдать там, на могиле. Ты и в этом мне отказываешь? Ты что, недовольна тем, что я для тебя сделал? Госпожа какая! Домом ты этим недовольна? Мной недовольна? Давай прекратим этот разговор. Ты не в себе, я тебя прощаю, но советую очень хорошо подумать о том, что ты собираешься делать. Не забывай, меня с тобой ничего не связывает. Ничего. Ничего? А наша дочь? Хватит об этом говорить. Тебе же легче будет. Полегче станет. Сейчас главное, чтобы ты поправилась. Я приду завтра. Обещаю тебе, завтра мы будем поспокойнее. Я не хочу оставаться одна. Я об этом уже подумал. Скоро сюда придет. Девушка, она постоянно будет рядом с тобой. Пусть придет Аурелия. Аурелия не может. Я все слышала. Ты выгнал ее, как паршивую собаку. Аурелия меня ненавидит. Мне это ни к чему. О ней лучше забыть. Ты хотел сказать и о ней тоже? Понимаю, как знаешь. Спорить я с тобой не собираюсь. Спорить не станем. Я забуду. Я обо всем забуду. Обо всем. Не смотри на нее так. Доминго, сглазишь. С новорожденными осторожно надо быть. А вдруг срыгнет. Или что-то приснится. Или... Не пугай ты меня. Не надо думать о плохом. Давай лучше думать, какой счастливой она будет. Какой здоровенькой и крепкой. И о том, как она Доминго будет сводить с ума, как и все женщины этого дома, кроме синьор Инкарнасьон Царствия Небесное. Она ни на кого из нас не будет похожа. Ей должно повезти. И вам повезло, госпожа. Не надо жаловаться. У вас самая красивая девочка в Санта-Марии. Ну что будем делать, малышка? Я больше не могу. А ты, бедняжка, есть хочешь? А если ночь нас застанет в чистом поле, мы с тобой от холода помрем. Это точно. Как я во все это вляпалась. Проклятие. Если Господь нам поможет немного, и черт не навредит, мы с тобой что-нибудь придумаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Что вы здесь так разболтались? Внучке моей спать не даете. Не волнуйтесь, Дон Мануэль. Внучка у вас пошла. Поела и на бочок. Сейчас ее не разбудить. Так что нет проблем. Доминго. Сейчас ты, наверное, права. Доминго, принеси нам чего-нибудь. Может, чаю? Спасибо. Все, что угодно. Ты моя деточка. Папа, нам надо поговорить. Я понял. Что случилось? Мне нужна твоя помощь. В чем? Я хочу, чтобы моя дочь была счастлива. Не понимаю тебя. Нам с тобой надо перестроить этот дом. Здесь было столько горя. Он полон плохих воспоминаний, чувства вины. Надо сделать его свободным и радостным. Давай перестроим его. Я и сам об этом думал, Мария. Я хочу, чтобы моя дочь выросла свободной. Чтобы у нее было право выбора. Судьбу свою она должна выбирать по любви и без опасений. Пусть с риском, но с надеждой на поддержку со стороны всех нас. Папа, грустная история Виктории и моя тоже не должны в ней повториться. Я этого не вынесу. Помоги мне. Все наши страдания были... были бессмысленны. Ты понимаешь, о чем я говорю, папа? Помоги мне. Сделай так, как я прошу. Пожалуйста, папа. Да. Я понимаю тебя, дочка. Понимаю. Что-нибудь нашли? Ничего, капитан. Следопыт сказал, что мы теряем время. По всему видно, девушка не хочет, чтобы мы ее находили. Не хочет. Ну что ж, ты прав. Если Виктория не хочет, чтобы ее отыскали, искать не будем. Бог нас простит. Давайте возвращаться. Может быть, отдохнем, капитан? Нет, скоро стемнеет. До форта надо добраться засветло. А то индейцы могут напасть. Вперед. Уже поздно. Смеркается. Ехать в такой час небезопасно. Надо вернуться на ранчо. Я не могу. Мы должны вернуться. Мы должны быть там. Возвращаемся на ранчо. Я не могу. Я не могу уехать из имени после всего, что случилось. К тому же, где бы мы ни были, от ненависти, что царит сейчас на этих землях, нам никуда не убежать. Значит, ты сдаешься? Ты сдаешься? На сегодня да. Это сегодня. Я тебя хорошо знаю. Завтра ты скажешь совсем другое. Шанке будет рядом с тобой. Мы остаемся здесь. Мы будем вместе. Наш народ обманули. Но мы отомстили за смерть наших детей. Бледнолицые должны знать, что за предательство надо платить. Кровью. Кровью своей платить. Нам надо быть на готове. Во всеоружии. Белые захотят покорить нас снова. Но мы дадим им достойный отпор. Смерть христианам. Смерть христианам. Смерть. Смерть. Очень вкусно заварила. Я предпочитаю наш чай. Линчем не изменить моих старых вкусов. Вот как вы с нами. Заговор против англичан в присутствии моей дочери. Не надо воспринимать это всерьез. Только так же. Я вас прощаю. Кстати, не следует забывать, что сейчас в доме больше линчи, чем Алла Сабли. Это верно, но напоминать мне об этом не следует. А то я включусь в это состязание. Папа. Дай нам пошутить немного, дочка. Ты в этот дом вернула радость, родив очаровательное создание. Извини, малышка, но больше не могу. Не хотела я этого делать, но выхода нет. Руки меня уже не слушаются. Вдвоем нам никуда не добраться. Одна надежда на эти фургоны. Жена! В чем дело? Почему остановились? Выходи, животных надо покормить. Да и люди устали. Проведем ночь здесь. Место спокойное. Но еще не темно, Мигель. Так мы до селения никогда не доберемся. Пусть подождут нас немного. А потом приедет цирк радость, и весь народ придет смотреть на нас. Как знаешь, мне все равно. Честно говоря, мне самой надоело болтаться в гамаке. Кости ломит. Господь не забыл тебя. Люди проголодались. Приготовь что-нибудь повкуснее. Как ты обычно делаешь. КОНЕЦ Спокойно, милый. Спокойно. Все будет хорошо. Все кончено, Росаура. Все кончено. Выпей, легче станет. Не мучайтесь больше со мной. Не стоит. Энрике, слава Богу. Росаура. 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 Наверное, он умрет, Энрике. И когда я лицом к лицу столкнулся с проклятым индейцем, плюнул ему в глаза, а он черт набросился на меня, как бешеная собака. А дальше что было? Да не тяни ты. Рассказывай. Что было дальше? Ну, я и всадил ему нож. Как в это мясо. Ты б его видел. Смотрел на меня, как ягненочек. Кто здесь? Кто бешастает? Да это привидение. Такая красивая женщина и одна. Вы заблудились, графиня? Тогда вы что-то ищете. Может быть, приключения. Не забывайте, с тех пор, как индейцы дали нам жару в этих краях. Таких красивых девушек нет. Язык проглотила. Но ты посмотри на эти глаза. Какие красивые глазища. Я путешествую. Путешествуете? Выпейте с нами немного, чтобы снять усталость. Пейте, не стесняйтесь. Пейте. А мы праздничек устроим. Поиграй. А я пою даме. Возьми гитару. А дама расслабится. Горло пересохло в графине. Какая несправедливость. Какие парни умирают. Час назад одного похоронил, а теперь вот... он умирает. Он умирает. Не могу этого понять. Не могу. Мой друг умирает, а я... Ничего не могу сделать, Росаура. На все воля Божья. Это ничего не объясняет. Я больше уже не могу, Росаура. Земля пропитана кровью, ненавистью, горем. А я... Я ничего не могу сделать. Все рушится. А я ничего не могу сделать, Росаура. Остается только надеяться. Знаю. Я знаю. Есть одна женщина. Совсем еще девчонка. Я знаю ее давно. Она была жизнерадостная, веселая. А сейчас... Она бродит где-то по полям. В своем безумии. От всех бежит в страхе. Я не смог найти ее. Она не хочет, чтобы ее отыскали. Знаешь, красотка, ты мне нравишься. Ты что это, друг? Все себе хочешь взять? Другим оставь. Она сама выбирает, поэтому она со мной. Много о себе возомнил. Она тут потому, что вино есть. Пойдем со мной, красавица. Я тебя утешу. Пойдем. Развлечемся немного. А если будешь вести себя хорошо, то даже на ранчо отвезу тебя к одной моей знакомой. Там всегда вино и веселье. А где это ранчо? Далеко. Довольно далеко. Тогда договорились. Субтитры подогнал «Симон» 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 Инженер звукозаписи Дмитрий Солодкий Перевод Ласла Веллиса Директор Лариса Элкснис Сериал озвучен студией «Наследие» По заказу общественного российского телевидения КОНЕЦ КОНЕЦ